Всем привет дорогие друзья, с вами Антик и мы продолжаем прохождение XCOM 2. В прошлый раз нас предупредили, что пришельцы готовят какой-то проект Аватар, который мы должны предотвратить. Но пока что неизвестно где он находится и что нужно сделать. Нам нужно завершить основные задачи, чтобы найти источник проекта. Поэтому мы будем заниматься основными нашими задачами пока что. Так, проект Аватар, 3 ячейки из 12, судя по всему, да? Но пока непонятно что это означает. Где-то он в океане находится что ли, в тихом. Так, ладно, я где-то там... Где у меня корабль-то? Корабль у меня... Здесь касается установления контакта. Останавливаем мы контакт пока что. Итак, найдена новая цель. Мы обнаружили новую цель для партизанских операций против Адвента, шеф. Давайте посмотрим, что за цель. Так, операция летящей алтарь. Уничтожить ретранслятор пришельцев. 167 материалов. Та-та-дам. Предотвращение от события бдительность. Увеличивает радиус обнаружения всех врагов. Хорошо, подтвердить. Так, зону я досканирую, видимо, потом. Так, кто у меня пойдет в бой. Так, инженер, судя по всему, там... У меня ранен, что ли? Тот, что лечит. Так, а можно тут переназначить бойцов? Так, ну ладно, рейнджер у меня, который лечит, он ранен. Еще три хода будет лечиться. Так, я думаю, все-таки вместо аптечки взять жилетик. Точнее... Да, жилетик. И вот здесь вот нафиг гранатометчику. Две гранаты. Пусть лучше носит... Носит жилетик и... Гранату. Гранату. Да, кроме гранат тут ничего нельзя взять. Так, ладно. Снайперу начнем гранату, оставим. Оставим гранату снайперу. Так, ну все вроде как бы оделся. Больше, по-моему, ничего нельзя сделать. Никаких улучшений у меня нет. Улучшений оружия. Никаких у меня улучшений нет. Так, блин, а что там за камуфляж был? Ну-ка. Изменить. Оснащение. А, понятно, это все не то. Ну ладно, пойду, короче, в бой. Судя по всему, там нужно будет добраться к какой-то точке и взорвать ретранслятор. Начать задание. Так, значит, мне нужно будет уничтожить всех пришельцев на карте и уничтожить ретранслятор, да еще и за ограниченное количество ходов. Это будет непросто. Так, маскировка, все у меня замаскированы. Это нам позволит подобраться незаметно. Так, сразу сюда, наверное, побегу. Раз маскировка действует. Вот они уже. Так, что у нас? Один командир, один солдат. Так, куда ж тебя деть-то? Сюда, наверное, пойдешь. Так, прожди, ты у нас рукопашную, да? По сути, что-то у них вообще маленькая область видимости. У этих ребят. Они, в принципе, вот так вот могли бы увидеть, если бы я вот тут встал. Но они этого не видят. Почему-то. Вот так задумано. Хотя было бы логично, что на открытом местности, если остановился боец, то его должно быть видно. Так, ладно, тогда посмотрим вот сюда. Пойдем. Может, сразу из гранатомета их пальну, шмальну. Пальну, шмальну и убью. Так, идут. Да, я думаю, из гранатомета шмальнуть. Чего, чтоб мелочиться-то. О, блин, у меня этот в поле зрения оказался. Так, а ты, интересно, добежишь? Нет, ни до кого-то не добежишь даже. В принципе, добежишь, да? Но эту-то и так уничтожу. Ну-ка, если поставить, допустим, тебя в наблюдение, тебя, значит, стреляй давай. Так вот, может быть, да? Из одной стену уничтожу. Четыре урона получил за то, что под ним граната взорвалась. Так, он сейчас куда-нибудь пойдет, нет? Какой-то отдаешь приказ. Твой стену уничтожен. Ну, нормально. Все, как я и запланировал. Отличный. Отлично. Так. Ну, я себя обнаружил уже. Так, ритмслейдер у нас вот в этом здании, да? До него... С этого можно из закоулка свернуть, а можно через комнату пройти. Так, как же поступить? Пойду номер по улице, что ли? Так, снайпер, снайпер. Хорошо, копейка. Переходим на таргет. Пойду, я тебя! Так, ждем. Че, нет никого, да? Ну, нет, так нет. Так, тут нет прохода, так что придется идти. Хотя можно вот с этого, с черного хода как-то. Ну, ладно, не буду изобретать лишнего. Посмотрим, посмотрим. Сюда, наверное, стоит побежать. Отлично. Уже заметил их. Блин, они так-то близко. Это опасно. Так, кого-то можешь подстрелить. 72 процента. 52 процента. Да, если кто это был убить, конечно. Копейщик, Вента. Копейщик, это, блин, с этим, с мечом, да, сзади. Почему, интересно, копейщик? 52 процента, блин. Удаление наблюдения можно сделать, и можно выстрелить. Ну, ладно, давайте, если кто это пока оставим тогда. Хотя он ведь возродит кого-нибудь там. Опасно его оставлять. Так, пока снайпера оставлю тогда в покое, попробую каким-нибудь походить еще. Роулендс! Роулендс! Так, ты за сколько? 32 процента всего у тебя, да? У тебя, кстати, мы и поставим наблюдение. Так, тебе вот сюда. Ты кого-нибудь видишь? 50 процентов, да? 129. Давай, кстати, тобой мы постреляем. 50 процентов, конечно, очень мало. Да, промах. Промах, промах, ну что ж поделать. И снайпер, снайпер, снайпер. 72. Ну, давай, застрелишь, может. О, нормально. Ну, правда, не убил, блин, но... Хоть попал, то хорошо. Сопротивление ментальному штопору, отлично. Блин, сейчас меня захватит, наверное, рейнджер. Убил. Отлично. Там какой-то у нас лут. Три каких-то ништяка лежит, надо подобрать. Так, и самое время для снайпера. 52 процента, конечно, немного, но я думаю, стоит попытаться. Отлично, 4 хп. Сейчас у нас рейнджер завершит это дело. А, подожди, нет, нельзя бежать, ведь там еще один сверху. Где-то был тут вот, да, на крыше. Так что бежать-то к нему опасно. Так, а вот это что-то у нас за... Открыть-закрыть дверь. А, открыть-закрыть дверь. Нормально. Так, Джордан, что-то добежишь туда. Вот он, наш объект. Так, модифицированное автозаряжание, ну и название. Это улучшение даст ограниченное количество многоненных перезарядок любому оружию, которому оно применено. Хорошо. ПБМ, продвинутое восприятие. Плюс 7 меткость. Модуль продвинутое восприятие еще сильнее повышает меткость солдата, находящегося под его воздействием. Так, модуль, значит, да. Хорошо, боевой модуль. Так, как бы тебя сейчас. Звуки, наверное, слышны еще. На заднем плане. Меткий глаз. Так, дальнее наблюдение-то стоит, не стоит включать. Наверное, нет. Тут везде препятствия сейчас у нас. Сюда вот иди. Переходи. Переходи, Overwatch. Так, все нормально. Так, все-таки пришельцы где-то, где он там, на крыше все еще тусуется или что? Или нет его вообще тут? Так, неизвестно, есть ли у нас фраг или нет. Давайте сюда попробуем пройти. Вроде бы никого. Но я стану в боеготовность, на всякий случай. Так, это вот сюда. И тоже в боеготовность. Так, ты у нас пойдешь. Прямо до сюда. Что-то на крыше. Или не на крыше. Что-то далеко. Я даже не вижу его. Как она у него упала, непонятно вообще. Все кто-то подстрелили, отлично. И солдат, да? Так, что он будет действовать? Так, срочно нужно уже уничтожать. Рекомендуют нам. Так, давай, вот сюда. Так, пока не видишь никого, да? Не видишь. Видишь. Видишь, не видишь. Так, наблюдение, пистолет, руки-молнии. А, руки-молнии. Слушайте, давайте-ка воспользуемся руки-молнии. Блин, а что, я думал, он винтовку возьмет. Руки-молнии же должны... А, понятно, это два действия за раз. Пачки, пачки. Но все-таки полезен скилл. Наверное, можно два раза винтовкой выстрелить. Так, 46% попадания, да? Так, кто там еще-то у нас? Солдат. Так, инженер-то может в кого-нибудь попасть? 53%, а там 32%. Это такой нападение. А, такой нападение у меня есть в елке-палке. Сейчас. Сейчас я его обезврежу. Мой греблин все сделает за меня. Офигенски просто. Вот так тебя. Возвращайся назад. Так, можно, интересно, как-то ускорить анимацию? Анимацию в бою. Так, тут стоит, наверное, с ванга как-то зайти, что ли? Пока он не убежал. Сейчас я в боеготовность встану. Думаю, будет нормально. Так, какая вероятность-то? Не вижу даже его. А, это по ретранслятору огонь. Ну, сейчас, пока рано по ретранслятору. Надо разобраться с пришельцами. Так, так, так. Куда тут? По трубе нам предлагают забраться. Так, ретранслятор внизу, ведь он не на крыше, да? Куша какой-то человек. Человек на крыше. Сколько у него? Это же по ретранслятору огонь, да? Блин, а ты добежишь до пришельца, например? Нет, не добежишь. Блин. Так, давай тогда вот сюда и в боеготовность. Сейчас он по-любому двинется. Ох, блин. Черт. Нет, он стал стрелять. А, тебе же хуже, в принципе. Ух ты, подкрепление. Черт, мне надо срочно убирать своих бойцов в среднем огня. Так, снайперский остров. 50%, блин. Мало. Мало. Так, а далеко вообще? Да, далеко. Никого больше не, ладно. Наблюдай тогда с пистолетом. А мы пока разберемся с этим пришельцем гребаным. Так-то вообще довезешь до него, нет? Да нет, я хочу пришельца убить. 91% нормально. Побежали. Отлично, пожалуйста. Мне нравится рейнджер. Что можно подбежать и фигануть этой мачетой. Что-то ассоциация у меня такая с мачетой. Хотя она более короткая. Так, и... Этого товарища надо поставить вот сюда, наверное, да? Имеет смысл. Так, сколько у меня, кстати, два хода осталось, да? Переходим к Overwatch. Так, взломать ты-то чем будешь вообще? Это фигню. Нет, она не нужна даже. Так, тебе вот мы тогда пошлем сюда. Ты за два хода, наверное, разрушишь эту штуковину. Все, прилетели ребятки. Сколько там будет, наверное, трое. Обычно трое прилетают. Да, трое. Так. У нас командир и два солдата. Два обычных солдата. Так, три урона за командиру дал. Окей, на последнем ходу я сейчас уничтожу ретро-анкслятор. Так, этих ребят... Тут у нас 72% по командиру, так-то хочется пальнуть. Очень хочется пальнуть по командиру. Давай огонь по солдату. Просто изрешетил опять же. Клитанул еще до кучи. Так, а теперь, значит, мы... Так, это нас охраняют пока что. Постоит там. Я закончу. Протокол помощи. Ну, давай сначала протокол помощи тогда. Я думаю, что протокол помощи пригодится... Ой, нет, рейнджеру все-таки пригодится, да? Гремлина реально как-то ускорить. Он побыстрее летал. Так. И давай заканчивай с этой... Вышкой. Похож я от ретро-транслятор чем-то на... Один мечик из Вова. Был там такой, не знаю, меча какого-то. Так, уничтожение заяни подтверждено. Семь лат решительства в первом. Уничтожьте силы противника и выдвигайтесь к точке эвакуации. Угу. Так, ну я сейчас офицера и так завалю. Рейнджером. Но прежде чем мне бежать туда, надо снайпером солдата застрелить, чтобы меня не перехватили. Отлично. Хэдшот. Ну и завершаем выпадом. Ни фига себе. С чего это все взорвалось-то? Зона чиста, враги мертвы. Статус конфирм. Миссия окомплижена. Отлично, отлично. Продолжить. Я даже подумал, что увеличить сложность уже игры. Вроде бы как бы приигрался немного. Ну что ж, возвращаемся на базу. Так, ну что ж, мои боицы вернулись. Время их повысить. Так, что у нас тут из новых навыков у гренадера? Подрыв. Очередь сильно повреждающая или уничтожающая укрытие противника не наносит урона. Цели. Ага. То есть это укрытие уничтожить, да? Так, а подавление, подавление врага плотным огнем и позволяет выстрелить, позволяет выстрелить, если он начнет движение, а также снижает его меткость на 50. Ага, подавление, подавляющий огонь был такой навык, такой скилл в XCOM аниме Визын, я помню. И мы прокачаем, потому что это полезная штука. Так, у рейнджера что у нас? Рейнджер, рейнджер, удары скиньи, плюс 25 точности и плюс 25 к вероятности критического удара при действующей маскировке. Такой типа рога, блин. Легкий шаг, этот боец не вызывает срабатывание наблюдения или ответного огня. Это очень, кстати, эти ударовки не прокачаем, мне этот навык больше как-то импонирует. Продолжить. Так, и у нас специалист, наш инженер. Ну, у нас он по блокировке больше, да? Так, против роботов и технические цели, чтобы взломать и переходить управление. Да, мне вот нужен именно протокол блокировки, чтобы перехватывать управление роботами противника. Ну, а пока я таких не встречал, в принципе, ни турелек не встречал, которые я видел в ролике по XCOM 2, не ходячих роботов. Ну, посмотрим, как все дальше будет развиваться. Так, мой лут, модифицированное снаряжение. Первые две перезарядки, ага. Так, какому-нибудь оружию могу навесить на оружие. Ладно, продолжим. Событие бдительность предотвращено. Окей, солдат восстановился. Валя восстановлена и повышена. Хорошо. Так, что у нас тут? Построить зону испытаний у меня в процессе зоны испытаний. И установить контакт с регионом Западной Побережья в процессе. Многие наши новые рекруты никогда не работали в близких квартах, как Авенжер. Прежде войны, мы могли бы иметь время для тренировки, но сейчас... Многое осваивать придется на ходу нашим бойцам. Сколько не было у них времени в тренировке. Так, шеф, сопротивление докладывает о возможности наличия черного рынка рядом с одним из убежищ. Если мы просканируем сектор, то сможем найти его. Возможно, нам найдется что-нибудь интересное для нас. Давайте поедем, полетим. Хотя у меня еще, блин, связь с регионом не восстановлена. Черный рынок. Я думаю, что лучше контакт восстановить. Ресурсами, тем более, через 13 дней должно новое поступить. Ммм... А потом на черный рынок сгоняем. Окей. Не пропадет? Надеюсь, нет. Пока не видел, что пропадали задания с карты. Так, технология... Вскрытие Безликого закончено. Отлично. Давайте посмотрим, что там у нас с Безликим. Подчеркнуть идею создания нового существа, подобного существа. Вот это все лишь результат генетических экспериментов. Так, ранние донесения сопротивления описывали существо, способное изменять свою форму, но местное командование не предло им значение, списав все на нервное и физическое истощение очевидцев. Подтвердить его существование удалось лишь тогда, когда наши солдаты сами столкнулись с ним. Как выяснилось, ранние донесения оказались на удивление точны. Безликий, как крестили эту особь. Может достигать до 3 метров в высоту и отличаться весьма странным расположением внутренних органов. Там, где вроде бы должен быть внутренний скелет, находится система хитиноподобных отростков, поддерживающая рост нескольких необычно жидких мембранных тканей. Эти мембраны отвечают за способность Безликих принимать человеческий облик. Циркуляция ключевых комбинаций клеток позволяет им приобретать заданные формы, имитируя при этом также цвет и текстуру объектов. Пока что Безликие не были замечены в имитации неодушевленных объектов или других особей, кроме человеческих, мы не можем пока сказать, является ли причиной этого ограниченность генетического программирования или непосредственное манипулирование со стороны других пришельцев. Ну, как обычно, ничего не понятно. Вот, моя комментатор. Мой комментатор отвлекает противника при помощи голографической проекции. Он применяется аналогично гранате, его бросают в точку, где нужно отобразить голограмму. Вот это прикольная штука. Это типа отвлекающий макет. Так, ладно. Радио сопротивление. Что дальше исследовать? Вот вопрос. Вскрытие адвента, копейщика. А, может я какой-то мечик получу? Нет. Нижнего боя для этих... Каких? Нет, вряд ли. Тут какие-то все время... Штуки исследуются. Непонятные. Ну, ладно, давайте. Блин. От кажданных хочется разведать. И адвента хочется вскрыть. А, их специальное шокерное копье можно переделать в оружие, и его уже осваивают наши рейнджеры. Да, азушки, может... Мы исследуем шокер, который нам позволит захватывать пришельцев живыми. Крепейщик и адвента, очевидно, предназначен для выполнения меры творческих функций в городах среди гражданского населения. Однако, несмотря на то, что в их фитрировку входит нелетальное оружие, мы получаем сообщение об участвующихся случаях агрессии среди этого вида войск. Что-то они вдруг стали агрессивными, да? Окей, показать ученых. Давайте посмотрим на ученых. Подпрыжим, у меня один ученый. Так, что у нас там с событиями там? Обучение рейнджера. Так, четыре зоны испытаний. Четыре дня до зоны испытаний сейчас у нас. Устанавливаем контакт с регионом. Здорово, мужики. Следовать секретный объект Адвента. Ага, какие-то секретные объекты у нас появились, да? Командер, мы установили контакт с регионом. И мы можем перейти на Адвент-Блэксайд на вашем ордере. Мы должны быть уверены, что наши тропы полностью готовы и готовы для тяжелой миссии. Я думаю, что секретность будет крепче в фасиле. И новый доход, шеф-материал. Новая Арктика? Серьезно? Влияние сопротивления растет. Шеф, установив контакт с фас-танцами в регионе Западной побережья, мы получили способ связаться с ячейкой сопротивления в регионе Новая Арктика. Это круто. Сразу давайте посмотрим бойца. И перекрасим его в нужные цвета. изменить. Так, у нас белые ведь они, да? Эти ребятки, штурмовики там. Отчаянные ребята. Бегут в бой. Ярко-белые нужны. Тут так уже белые. Ладно, так вот сделаем. Ага. И волосы мне его не нравятся. Делаем тоже белыми. Аксессуары. Ноги, торс, руки. На руках к сервине нифига не видно. Так это. Ладно. Комумчаешь оружие. Да, вообще не видно. Ни разу не обращал внимания на коммчаешь оружие. Не знаю, зачем это все придумали. Но прикольно так, прикольно. Так. И давайте-ка, кассуары, лицо, волосы. Что там у нас на лицо? Это как на... Голова. Швейн-головной убор. Вот. Скрипка у меня уже один есть. Капюшон разведчика. Тут прикольный, кстати, капюшон. Нормально. Новый, наикротейший рейнджер прибыл к нам в ослужение. Так. Че, куда лететь-то мне? Зона испытаний через два дня будет построена. Там у нас новая Арктика. Становить контакт с новой Арктикой. Завершить задание на секретном объекте Адвента. А где у нас секретный объект Адвента? Штаб сопротивления, быстрое лечение. Че-то я не понял про поводы секретного объекта. Это что такое? А, секретный объект. Задача. Исследовать секретный объект Адвента. Этот миллионный объект пришельцев тщательно охраняется силами Адвента. По просьбе сопротивления нам необходимо провести здесь разведку, немедленно отложить о результатах. Так, ну я думаю, самое время попробовать отправиться в это путешествие. Давайте попробуем начать. Насколько это будет сложно, интересно. Что-то у меня все эти ребята... А, ну все правильно. Самые лучшие бойцы готовы отправиться в бой. Так, вот тебе надо вместо гранаты дать бронежилет. Тут все у нас что-то заблокировано. Продвинутая броня необходима, да? Так, снайперу граната, гранатометчику тоже все нормально. Так, я думаю, сейчас мы еще оснащение изменим. Кому перезарядка нужна? Наверное, гранатометчику, что ли? Лучше мне оружие. Давайте перезарядку ему дадим. Моментальную перезарядку. Так, боевые модули, я думаю, нужны больше инженерам нашим, что ли. А, нет, меткость-то нам нужна снайперу скорее. Снайперу меткость прокачаем прям до самого... Меткость 89 плюс 10, где-то уже 99. Все, давайте тогда отправляемся в бой. Позывной за люка у гранатометчика. Вот и оторвая пропасть. Офигеть. Главное, имена английские у них. Ну да, в принципе, все правильно. Они, видите, из разных стран. Ну а поскольку у нас русский язык в игре, то позывные на русском. Давайте начать задание. Посмотрим, что и как там в этом объекте. Окей, я готов получить серьезный отпор. Эвакуировать надо всех солдат XCOM, захватить ценную информацию или предметы. Все понятно. Ну что, я готов. Давайте, заканчивайте брифинг. Понеслась. Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично, маскировку дали. Конечно, зона эвакуации очень далеко. Очень далеко. Так, ладно. Давайте осторожненько подбираться тогда. К окошечку. Какие-то контейнеры. Накопители. Что там внутри? Что они там накапливают, эти накопители? Так, подожди-ка. Так, а наверх, может быть? Будет толк от того, что я наверх заберусь. Блин, тут вообще очень далеко бежать. Главное, у меня нет ограничения по ходам, вроде как. Как-то меня спасает. Внутри здания-то мне придется, нет, забираться. Давайте посмотрим. Так, гранатометчик. Хорошо. Так, и инженер еще один. Меткий глаз. Так, ну что, ты проникнусь внутрь? Нет, не проникнешь ты внутрь. Двери везде. А, тут, кстати, если проникнуть внутрь, то сразу запалят. В чем проблема? То есть, даже дверь открыть, по-моему, запалят, нет? Ну-ка, попробуем. Попробуем открыть дверь. Вроде никого-то. Вроде никого. Так, вообще никого. Ну, эти накопители, видимо, брать нельзя. Так что, они как-то не интерактивные объекты. Конферен. Ну да, в принципе, показывают, что нас запалят, потому что мы ворвемся, как бы, врываться-то нельзя, это шум. Поэтому мы по-тихому сейчас будем обходить все это дело. Вот уже и первые, видны. Рептилии. Это вот дохлетие из прошлого XCOMA. Только теперь это змеи. Рептилии. Нифига себе. Да, видела в ролике, что они умеют языком притягивать. Ну, посмотрим, как это будет. Посмотрим. Посмотрим. Афирмативно. К дверке иди. Потом мы внезапно выйдем. Так, гранатометчиком, кстати, надо. Туда шелшмальнул. Они двигаться будут? Так, что происходит? Что происходит? Ничего не показывают нам. Что-то очень долго происходило. Так, они куда-то свалили. Не видно их нигде. Окей. Вот они. Так, гранатометчиком надо сюда подтаскивать. Вместе с остальными, в принципе. Блин, что-то много шума-то от двери открывающейся. На обзорах. Оперативно. Коверное. Так, гранатометчик. Давай сюда. О, нет, 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 нет. Я пошутил, я пошутил, я неправильно нажал. Блин, вот дурак. Вот дурак. Уклонение, царапина. Блин, да, это вот я, конечно, зря. у меня сейчас над бойцами появляется только позывной, похоже, да? Вместо имени. Меткий глаз. Злюка. Оторва. Прикольно сделали. Раньше не просто появлялась. Так, сейчас мы тогда гранатометчиком, наверное, зарядим сюда. Раз уж нас заметили. А что нет действия там? Что, в панике или как? А, так еще ход у меня не закончен. Вот что. Беда, беда. Это беда. Нападение. Блин. Что-то я склоняюсь к тому, что надо загрузиться на заранее сделанный сейв и сделать все по уму, чтобы не тупить. Почему-то он так много создал шуму-то, я так и не понял, гранатометчик, когда подходил. Чтобы все было нормально. А, надо сначала дверь открыть. Может быть так. Потом уже идти. То есть не за разбегу, а постепенно так раз. Вот. Так, отлично. Идем, идем, идем. Куда идем? Сюда? Нет. Снайпер у меня пусть, наверное, на дальнее наблюдение осуществляет. Гранатометчиком мы потащим. ну что-то не, это не спалишь никого. Попробуем. Нет, не спалил. Отлично. Так, это вот сюда. Тоже наблюдение на все случаи. Включим. Блин, куда они идут. Туда идут, куда надо. просто патрулируют, типа. Так, посмотрим сейчас они. Ага, сто процентов вайпер, сто процентов солдат-адвенты. Мы вот так сделаем. Гранатку туда. стопроцентную. Это для вас. Отлично. Сейчас снайпер добьет этого вайпера, наверное, если. Блин, надо было снайпером встать в эту боевую готовность. Сейчас же вайпер-то сбежит. чат. Ага, точно. Блин, вот я что-то затупил. Далее наблюдение. Сейчас вайпер надо было 38% всего от такой помощи. Так, для меня синий, а зеленый. какой-то кстати непонятный звук шелест появился. Откуда этот звук вообще? 35% предклон нападения. Давай предклон нападения сделаем, да и все. Что мучиться-то? Все-таки гарантированный урон, все дела. Всего, конечно, 2 хп, а хоть что-то. Так, 38, да? Давайте наблюдение берем. Далее наблюдение тут не поможет. Куда надо тратить не хочу в него. 3,49%, да? Давай наблюдение из пистолетов. Кто без вас в игру попадет? Я думаю, если он двинется. давай. Это сразу атаковать боишь? О, о, это удушение. Фиксация. Адвент все-таки надо было выстрелить этими двоими. Ладно. Посмотрим, что можно сделать сейчас. Снайпер 59%. попадет. Отлично. Своего-то я не задел там, нет? Таргет элимонировано. так, ладно, продолжаем свой путь к объекту секретному. Что за объект такой-то саркофаг опять? Нет, какие-то трубы тут, коллектор, что-то они копят. А, так это с этими какие-то эксперименты на людях похожи, что тут полуразложившиеся тела, до скелета где-то, где-то еще плоть осталось. Да, прикольно-прикольно секретный объект. Мы, короче, ищем доказательства того, что пришельцы они на земле не с добрыми намерениями, как все думают. В принципе. Опа. Кто там? Какая-то сюжетная заставка. Правильная миссия эта сюжетная. Чё б нет. Правда, непонятно, чё показали, вообще непонятно. К чему показали, что там было такое? Там, по-моему, какой-то дробь летал, да? Если мне не изменяет зрение. Так, посмотрим, вот сюда пойдем. Видите, что это? Тела, контейнеры, поезда, весь объект. Пришельцы по-прежнему похищают людей. Похоже, они не прекращали этим заниматься с момента осторжения. Ну да, в принципе. Введение. Возможно, некоторые из этих людей все еще живы в этих контейнерах. Ладно. Все понятно, в принципе. Блин, тут как-то неудобно вообще стоять. всегда пойду лучше надежно в защиту. Так. Это вдалеке вскатили пришельцы, я не видел ничего. Снайпера поближе подтащим. Наблюдение. Наблюдение. Так. Подожди, нет. Надо, короче, всех сначала подтянуть, а потом уже и тень. Так что, я, наверное, все-таки останусь тут в наблюдении. Так, это у нас гранатометчик. Гренадер. Вот и ребята. Вот и наши друзья. Блин, мимо. Куда ты стреляешь? Так, это у нас подавление. Подавляющее огонь, да? Так, 65% а тут 55%. Тут 40%. Блин, так-то я вообще неудобно встал. Прямо у них на ладони, как на ладони. Так, по такому нападению может быть кому-то подарить. Тут всего 2 хп снимет, так вообще нет. 34. Вообще не короче незначительно. Окей, что тут у нас? 54%. 54%, 35%. Вообще мало. Ладно, давай тогда ты наблюдение, что ли, сделай. Нет, давай-ка стрелять. Нафиг это наблюдение. от этого солдата. От этого солдата. Одним меньше. Угроза устранена. Подавляющий огонь, может быть. Вот этого я по-любому не убью с одного выстрела. 75%, 40%. Если я что не убью, то убью. Давай. Так, блин, мимо. Ну, конечно, 40% было, но, блин, там же в упор стоял, но из-за того, что у него укрытие полное, я промахнулся. Блин, снайпер-то у меня плохо стоит. Отлично, они тоже косые. Они тоже лажают. Блин, близко подошел в упор практически. Ух ты, хотел шокировать, но не получилось. Вот так вот. Это твоя первая и последняя ошибка, старичок. Так, снайпер точно убьет. Давайте посмотрим, что он нам предложит специалист. 94 тоже, да? Но не насмерть. К сожалению, не насмерть. Специалиста нам нужно будет двигать, так что лучше снайпером походим. Что ты там болтаешь? Я не понимаю. попал. Окей, давай. Сюда бегай, беги. Можно было пришельцев сейчас нет поблизости, Так что можно и пройти вперед. Ай, блин, турелька, турельки проснулись. Кому не знаем, автоматически они или управляются удаленно. Я думаю, мои инженеры справятся с этой задачей. В частности, вот этот товарищ. Вернее, а, блин, я забыл про этого, про одного. Черт. Надо убить. Огонь. блин, как так мимо-то? Это ты ее, конечно, сложил. Это ты ее сложил. Забыл про одного. Снайпер-то у меня уже походил, блин. Я тут тоже походил. Остался только ты. Только ты. Давай сюда. Оп. Сейчас 7% Давай, пей. Как он прям красиво упал на этот заборчик. Красиво все-таки тут нанимация убийства. Опа. Сейчас 4 хп потерял. Блин, ну вот я дурак. Зря побежал вперед. Думал, что там все нормально. Так, ну что ж, я думаю, сейчас мы протокол блокировки используем. блин, 4 хп сняли. И заблокируем эту турельку. заблокируем. Дуракируем взятию под контроль. Отлично. Так, еще далеко еще бежать-то вообще. Болин, так-то еще далеко бежать. вообще куча еще времени тут надо провести. Так, так, так. Ну что ж, надо занять позиции сейчас тогда. Какие-то удобные позиции. Блин, мне надо полечить, наверное, моего старичка-то. Гремлен лечение. Так, аптечка у кого? Гринадеры аптечка, да? Так, что-то там. Давай, деличи. Хватит халявить. Вот бы в жизни такую аптечку попрыскал и все нормально. Так, ладно. Идем сюда. Там вторая турлика еще была, по-моему, да? Я сейчас под нее попаду. Ну как, где она? Вот одна есть? Или мне показалось, что вторая была? Вот она вторая. Здесь, наверное, нет? Вот в это здание мне надо проникнуть. Так, ладно, тогда давай вставай в наблюдение. А ты тоже в наблюдение. Вставай, тебе не в кого стрелять. Насколько ходов у меня турлика это вообще? Непонятно. Так, ладно, идем, идем, вот сюда идем. Турлика все еще под действием взлома, то есть она может выйти из-под контроля. Вот я гребу-то тогда. Кто там бегал, я слышал. Наверное, это пришельцы. Тут больше никого нет. Давай сюда. Вопрос тебя вот сюда. Двигаемся в двери. Тоже в наблюдении. Я уже наблюдение называю наблюдением, уже привык к этому названию, хотя раньше это называлось боевой готовностью. Так, ладно, тогда слушай, ты у нас все равно будешь долго бежать, поэтому девок наверное сюда присунем. Так, что еще? Действует нет? меткий глаз. Так. Ну-ка, давайте его поставим вот сюда. Что ли? Нет, сюда нельзя. Ну, сюда поставим, что ли? Все, никого нет пока. Пока дверь не открыл, никого нет. Бояться нечего особо. Турелька вышла из контроля, нет? Все еще под действием, ну ладно. Тогда живем. Пока живем. Ах ты, кто-то там, кто-то там появился. Блин, промахнулся. Черт, у меня снайпер там. Без прикрытия. А Турелька будет стрелять, нет? Турелька меня защитит, я уверен. Отлично, давай. Четыре ПП, отлично. Блин, мимо. Мои солдаты мажут. Турелька тащит. Так, ну, снайперу надо в укрытие встать, наверное, лучше, или нет? Сколько тут у нас? 59? 55. Что-то не очень. Так, а ты у нас что умеешь? 36, можешь тут 34%. Блин, маленькие везде проценты попадания. Что такое? А, Турелька это вышла из-под контроля уже, нет? Нет, вроде еще моя. Лечение у нас гремлин может сделать 35%. Блин, или наблюдение взять протокол помощи. Как это лучше выстрелишь? Мимо, блин. Ну да, 35%-то в чем. На удачу. Так, по снайперу-то можешь смольнуть это змея, нет? Коруди молнии. Давай, на всякий случай выстрелим. Три. Отлично. Это из пистолетов выстрел, который не тратит очки. И он хороший, этот выстрел на самом деле. Как оказалось. Так, тогда вот сюда иди. вставай на наблюдение. Так, и у нас остался гренадер не при делах. Так, я тоже вот сюда тогда. Сколько вероятности у него? А, допожди-ка, почему он огонь-то будет везти? Это что такое? Это типа преграда? Не, давай-ка ты в наблюдение встанешь. Так, что там тролль-то? Тоже в наблюдении. Так, еще не один боец. Сканим! Все еще тролль-то у меня под взломом. Так, пока удача на моей стороне, но сейчас человек предпримет эту змеюка. Снайпер из пистолета марк. Все промахнулись. А, нет, попал гренадер, молодец. 5 хп снес. А, тролль-то промахнулось. Обидно. Ну, я так, что? Ах ты, блин, вот как эти дохлики раньше плевались ядом, так и эта змеюка. Ну да, это в принципе они и есть, просто в своем истинном облике. Да, меткий глаз, меткий глаз, давай-ка ты уничтожишь эту тварь, раз и навсегда. Как так промахнулось? 70 процентов, блин, снайпер, ты че меня огорчаешь? Рожала нафиг в рядовые. Так, перезарядка. Черт, гремлин. Так, давайте-ка к гремлина, может, пошлем туда, У него 3 хп. 56 процентов, давай рискнем. Да, блин, мимо. Мимо. Нехорошо. Нехорошо. Так, надо так-то выходить из этого облака, из этого облака Дородского. Так, и надо было выходить-то подальше, куда-нибудь вот сюда. Блин, надо выкрыть я стопроцентное. Маникет у тебя? Откуда? Так, перезаряжайся. Те мгновенная перезарядка-то, 51 процент. Ну, давай рискнем. А, нет, подожди, давай подавляющий огонь сделаем, чтобы не высовывалось. Ах, попасть-то я могу не попасть, я вот. А, отлично, трюк отправилась. Я что-то боялся. Зря боялся. Все нормально. Все, трюльку мы встанем на наблюдение. И, так, что я через этот я пробегу, наверное, заражусь. Понимаю, отлично. Так, тоже тебе перезарядка нужна? Весь взлом прекратилось, отлично просто. Если она сразу заходить не будет, она отравлена. От отравления страдает. Так, ну ладно, я сейчас тогда... Понимаю, отлично. Нашу трюльку меня там не схватило сейчас. не попало по мне. Перезарядка. Это пока пусть на наблюдение постоится. Так, трюльку я вроде бы не вижу. Кто знает. Какую помощь? Ну-ка, давай попробуем вот на этой. Ай, тут яд, надо оббежать его. Я на это. займем позиции. Займем позиции. Сюда. Все, наблюдаем. Блин, он все еще страдает от отравления. Как так-то? А что делать с ней? Блин, как его полечить-то? Я не знаю. Может, гремлином? Сложная ситуация. Так, давай-ка протокол... А, у меня протокол нападения. Она ведь сама себя должна лечить, а она в панике. Блин, беда. И аптечки-то нет у меня больше. Это проблема. Ладно, с этой проблемой я буду справляться в следующий раз. Пока что я приостановлюсь. И в следующем выпуске мы уже посмотрим, что там за секретные объекты, что скрывают пришельцы на этом секретном объекте. Ну что ж, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, следите за прохождением и развитием сюжета в XCOM 2. Всем удачки. Пока. Продолжение следует...